приветствую вас зрители смотрители с вами нуб в кубе я ошибаюсь чтобы вам не пришлось сегодня у нас будет необычный формат видео сегодня мы поговорим про советскую пехоту о том каких отрядов какие плюсы и минусы какие отряды лучше использовать в одном случае в другом случае если это видео наберет достаточно много просмотров мы как бы поговорим и про технику и пара террели и про остальные виды войск ну что ж приступим комиссар такой вот у нас бравый боец ппш 300 хп запас сил 200 вооружение ппш но это с не главное главное у него вот этот бинокль то есть комиссар 1 главная его функция это светляк то есть он сидит где-то на передовых позициях и бинокль смотрит то есть это увеличивает радиус поражения техники то есть техника раньше замечает войска противника и начинает по ним вести огонь то есть он конечно может пострелять по отстреливаться но главная функция это вот светить здесь у нас отряды пачками идут так следующий у нас отряд пограничное ополчение вот это такой начальный вид войск достаточно неплохо по хп то есть 200 но в отряде их всего у нас получается 6 человечек то есть у него свт 1 2 мосинка мосинка винтовка мосинка карабин мосинка еще одна винтовка но неплохой отряд такой начальный то есть воевать он как бы сильно не может но где-то подсветить тоже подлезть как бы удобно им иногда и использую потому что он занимает всего шесть единиц место как бы может маленько пострелять то есть у него то у этих двух бойцов по 200 хп а вот у этих ополченцев по 100 то есть как бы не у всех ну нормальный отряд для начального этапа игры что я могу сказать партизаны ну тут это такой более я не знаю что ли фановый отряд такой партизан ищий боец ну можно взять по файнс то есть у него сержант 200 хп ппд но тут у остальных идут допустим мосинка еще одна мосинка тоже мосинка мосинка и видите у них уже по 100 хп всего то есть тут мосинка нога со штыком вообще все не знаю где есть применять мосинка со штыком здесь mp40 немецкий трофейный видать здесь вообще двухстволка ну отряд как бы дешевенький но я как бы ни разу не использовал лучше использовать тех же новобранцев штраф бат достаточно неплохой отряд для начального этапа то есть тут посмотрите какое количество бойцов у них у всех есть винтовочки ну как обычно по 100 хп здесь у них зам полит 200 хп ппд с барабаном единственный минус них что я заметил и может этот бак и дальше пофиксит это когда выбираешь отряд вот этот как бы уже на глобальной карте в бою у тебя не все бойцы выбираются то есть ты тыкаешь на кнопочку те выбираются грубо говоря вот вот это вот часть левая бойцов а четыре бойца почему-то не выбираются они формируются в отдельный отряд четырех бойцов почему это для чего это думаю какой-то бак и пофиксит иногда были ситуации интересные я пробовал передать грубо говоря под управление и и союзника если там обороняешься и у меня штрафники начинали друг друга валить пачками просто я думаю это скорее всего бак это не фича так так не должно быть но отряд как бы хорош вот если пофиксят вот эту вот ерунду что весь отряд выбрать нельзя то как такой мясной щит который может что-то там продержаться особенно если его рассредоточить по местности там подсветить он как бы пойдет ну и следующий наш отряд это новобранцы это мой один из любимых отрядов начально потому что стоит дешево место мало занимает там у него и какие никакие гранаты даже есть то есть такой ходовой отряд рабочий то есть поначалу вы будете новобранцами чистых и как бы в отряде получается у нас 4 да еще 799 человек получается здесь у меня командир с ппш ну здесь мосинки по 100 хп у них как бы они дохленькие поэтому я как бы и говорю что что штрафбат что новобранцы как бы только штрафбат получается больше человек в отряде ну и стоит он дешевле и у них у штрафбата по-моему нет гранат то есть вот чем отличие еще но он такой ходовой отряд я как бы часто использую как мясо как заслон чтобы светить вызвать огонь так сказать на себя не он как бы нравится разведчики тоже такой чуть-чуть прокаченные чуть-чуть прокаченные пограничники то есть у них получается у всех по 150 хп выноса 175 то есть они достаточно далеко могут пробежать если там то это будет зайти из тыла и командир с ппш у них они по-моему не могут рыть окоп вот если не ошибаюсь штрафбат не может и нет новобранцы могут все маленькие те копчики вырубать а вот разведчики по-моему не могут ну достаточно много места занимают для шести бойцов то есть эти 12 иногда их использую если там есть лимиты кинуть забить место но найдется как бы более подходящие отряды за вот такую цену пт стрелки вот я не знаю я никогда их не использовал может на начальном этапе игры когда там у танков не броня там фольга вместо брони они еще что-то могут но как только появляется там броня грубо говоря 20 30 плюс они уже как бы ничего из себя не представляют то есть где их использовать как фиг его знает тут это такой специфический фановый отряд то есть там как-нибудь самому поуправлять вот этим с пт рд что там у него на пт рд 41 41 да еще них пт рдшка она еще медленно перезаряжается ну а нету этого пт рс к вот опыта рд самим поуправлять побегать как бы ну пофанится можно такой фановый отряд стрелки без пулемета ну это был мой один из любимейших отрядов потому что давайте посмотрим что у него тут но с вт здесь у нас с вт здесь у нас винтовочки идут и здесь у нас один автомат ppd но он мне нравится за то что у него 200 хп и он стоит всего 22 лимита но это на начальном этапе тоже вы его одним из первых как бы откроете нет пулемета от одни винтовки тоже такой как бы усиленный мясной заслон грубо говоря от как новобранцы только побольше и у него в отряде каждого по 200 хп то есть они там могут выдержать не знаю не прямое попадание пушки или из танка отряд стрелков тоже самое но у них пулемет есть то есть в следующем откроете стоит чуть чуть дороже но это как бы копейки лимита главное занимает столько же то есть то же самое только вместо автоматчику пулеметчик хороший отряд с пулеметом где-нибудь посадить в окопчике они достаточно хорошо будет удерживать позиции так смотрим следующее осмотр пехота ну это тоже самое только как бы ну с машинкой то есть ну еще чуть чуть дороже появляются сразу по моему в машинке они то есть привез высадил быстро клубы и все в машинку там чем-нибудь тягать отправил отряд автоматчиков ну тоже такой специфический отряд посадить их в окоп где-нибудь бароняться грубо говоря их с винтовок перестреляют потому что автоматы бьют недалеко единственно смысл я вижу убрать это так сказать самому управлять вот этим одним бойцом и штурмовать какие-то позиции здания заходить то есть потому что компьютер не сразу реагирует на игрока там какой то есть задержка там уговоре 2 секунды ну за это время вы успеваете там выскочить узел из угла расстрелять то есть все автоматчики это такая на ближней дистанции где-нибудь в городе их посадить в постройках дети они могут расстрелять так так сказать издалека пойдет грубо говоря горные стрелки тоже такой специфический отряд я думал это такой эквивалент стрелкам вот разведчикам вот этим вот обычно с пулеметом который но его фишка в том что у него 300 вынос и она быстро восстанавливается это такой фланговый отряд больше зайти сбоку где-нибудь обижать быстро потому что бежать они могут очень долго и очень быстро то есть вот видите у них скорость 11 где у меня здесь здесь один как бы вроде кажется медленно к 111 какая разница ну нет на самом деле они очень быстро бегают и очень долго и за счет этого могут какие-то фланговые маневры там совершать забежать сбоку с пушки или там к танку комб забежать там закидать его гранатами но это скорее всего будете делать одним бойцом не всем отрядом отряд вы будете посылать на фланге где-нибудь там засухариц или точку нибудь занять побыстрее чем противник так гвардейские стрелки тоже мой один из таких любимейших отрядов потому что открывается по моему после вот обычных стрелков то есть он как бы такие более прокачены их здесь получается у нас поменьше но смотрим у этих 200 хп гвардейцев 300 хп вооружение у них ну и свтшки тут и мосинки чуть-чуть как бы свтшек мосинок а также пулеметчику но стоят они 18 лимита то есть их можно брать побольше то есть на 4 бойца как бы на 4 единицы места у них поменьше занимают но они потолще то есть можно брать побольше отрядов плюс у них регенерацию ты не помню здесь 0 1 секунду а здесь на то же самое но они когда прокачаются то есть их уже можно вооружать трофейными пулеметами уж 300 хп их не каждый не каждое попадание снаряда рядом то есть убьет скорее всего не просто встанут отряхнуться и дальше убегут то есть тоже мой один из любимых отрядов часто его использую в окопные каких-то ситуации посадить чтобы они держали привлекали на себя внимание противника ну вот гвардейцы как бы на 4 лимита больше но плюс машинка не знаю где использовать если тут еще как бы у нас одно и то же но с машинкой только чуть дороже то здесь уже лимита на 4 больше получаем гвардейские автоматчики но то же самое что и обычная только легче пулемет есть ну хп побольше но и винтовки у них есть на свечки ну хотя и свечки нормальные вблизи бьют как бы можно тоже где-нибудь в окопы садить потому что них пулемет 3 свт хи но автоматчики но если противник близко подойдет как бы автоматчики могут но обычно вся этого движуха происходит на средней дальней дистанции где как бы автоматы не особо котируется так что у нас штурмовые саперы думал что это какой-то прям супер-пупер терминаторный отряд смотрите на 400 хп но что-то когда его использовали не дохли мне быстрее чем вот эти стрелки обычные с двумя стами хп не знаю с чем это связано ну тут у них всяких взрыв пакетов там много кучи взрывчатки я думаю что этот тоже такой специфический отряд где-то в городской местности не знаю воевать там сносить взрыв пакетами этими здания там стенки какие-то проломают по тоже в такой динамической компании вряд ли вы будете использовать так что это возможно фановый отряд ну и стоит он 30 единиц лимита но это представляете как бы не серьезно были здесь винтовочки это был бы такой хороший отряд для засидки в окопе где-нибудь но тут всего из дальнобойного у нас пулемет 1 то есть так что он в городе только где-нибудь посадить но вот этот вот ну читайте это хороший танк это читан c34-85 по моему 30 лимита весит то есть ну отряд пехоты т-34-85 как бы сами прикидывайте штурмовые саперы с огнеметом были у меня моменты когда огнемет как бы рулил то есть понимаете как какая ситуация в лоб штурмовать с огнеметом вас расстреляют то есть там сколько он кп 400 400 броники нарисованы броники все пофигу их также как обычную пехоту ложит но допустим стать за углом и в этот момент вот если за угла выезжает какая-то техника вражеская особенно легкая машинке кем быть и выйти огнеметчиком и шмальнуть в эту машинку это прям любо дорого смотреть машины горят на ура даже тот же танк обойти где-нибудь в городе по местности и поджечь огнеметом это как бы тоже хорошо смотрится это реально сделать с огнеметчиком технику пехоту такой ближний бой в городе то есть спалить что-то там пехоты отряд может запросто спалить особенно если едет машина с пехотой вышел там пару шмальнулся машины с пехотой нет то есть это можно провернуть но это делается чисто на ручном управлении сам компьютер такого вытворять не будет так переходим к моему любимому отряду это десантники посмотрите только на эту радость по релесть красоту командир ппш 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 свт авт то есть вообще такой автомат и смотрите раз пулеметчик и два пулеметчик с дпшками здесь 2с в атаке то есть что все автоматическое оружие то есть эти винтовки как бы полуавтоматы они быстро стреляют смотрим хп 300 300 у всех по 300 250 выноса то есть бегают быстро бегают далеко смотрим по навыкам тройки четверки тут все четверка у автоматчиков четверка четверка ну винтовки то есть но винтовки как бы то их будет вооружать винтовками скорее всего возьмете пулемета пулемет будет строчкой то есть вот этот отряд тоже трофейными пулеметами рекомендуется очень вооружать много хп сколько раз была такая ситуация попадал рядом снаряд кумцу средненькой пушки там или станка средненького то есть и пол хп снимала он отряхивался вставал и дальше бежал то есть убить их очень сложно там кучу них аптечек по-моему 30 плюс куча всяких гранат то есть очень хорошая пехота я вот беру и везде то есть забиваю вот мне по моему да вот второй мне отряд и здесь три отряды диспарашютистов этих то есть видите они такие прокаченные более-менее там в последнем бою понес потери мне разбомбили мой отряд много потерял пришлось восстанавливать но вот я их вооружаю постоянно пулеметами трофейным то есть они в окопе живут очень долго очень сильно дают по щам врагу с пулеметов с этим даже дефолтных пулеметов то есть очень хорошо держится рекомендую их но они открываются единственное сейчас посмотрим поздно ватенько найдем их да то есть тут вы через стрелки потом горные стрелки и вот прошутисты только где будут то есть как бы ну не сразу но это вот как бы такой хороший ходовой отряд такие грубо говоря новобранцы из качалки такие прокаченные отряд спецназа ну как бы 300 хп 400 выноса но четыре бойца и пять бойцов но что ими делать я как бы не знаю где-то стыла обходить так вы любым отрядом другие можете стыла обойти там с пулеметами с винтовками то есть ну может может это какой-то фановый отряд может для сетевой игры где-то там можно их использовать морпехи спорный отряд смотрим 350 хп десантников 300 на теник меньше но тут на бойца на 1 меньше и цена у них 27 против 20 как бы углевает тут два отряда влезет от здесь три отряда уже можно взять парашютистов и в сумме у них огневая мощь будет больше и хп у них будет больше вооружение тоже как бы свт тут пулеметы те же самые была по него цена ну пусть 2324 его бы можно было брать там плюс хп бы накинулась выноса но цена слишком большая то есть так что я его пару раз использовал но потом понял что это слишком дорого за такую цену но он как бы пережить переживает тоже попадание куб снаряда рядом то есть тоже отряхнется побежит дальше так ну тут у нас идут одиночные отряды пт стрелок вот я беру иногда по фанец чисто мод один такой отряд или два чтобы там побегать по танку пострелять чисто фаново то есть ну или в начале игрек когда там брони у танков не особо возможно технику к ним подстрелить ну технику легкую понимаете она вся вооружена всякими пулеметами они просто перетрут этот отряд пт стрелков как нифиг делать даже если тут в окопе будут те же пт стрелки но с птс то же самое гранатометчики тоже такой фановый отряд я у как бы использовал в других моих завоеваниях динамических но вот с пандушеком как бы можно повоевать то есть это прям хорошая штука но приходится вручную как бы очень много заниматься этим пехотицем то есть по подползти выстрелить с первого отряда вы с первого выстрела вы скорее всего не поразите вражескую технику то есть она еще будет функционировать вы там может критонете движок может башню чуть-чуть критонете новые не поразите танк полностью тут приходится как бы выстрелил где-то из-за угла из-за складок местности ну такой отряд то есть пантеру я вот пробивал этим отрядом тоже подполз из низины стал выстрелил пока она была в сторону смотрела ну как бы поразил но тут же прибежала вражеская пехота и как бы и расстрелял его и он как бы все кончился единственного плюс как бы таскает несколько ракет то есть он не одноразовая это пушка машинку легкую тоже с угла подбить где-нибудь такой на такой близко близко чуть-чуть средней дистанции чем можно пострелять ну тоже фановый отряд так что у нас дальше идет но панцершреки блин я панцерфауста они одноразовые тоже как бы я брал их стрелял с ними ну пробивая технику ну да что-то там урона наносят но скорее всего пока вы доползете пока вы прицелитесь вас там уже перед рута 10000 раз то есть фановый отряд 200 хп всего как бы особо не санитары вещь полезная первых они ставят палатки это штучка которая пополняет ваши аптечки у отрядов то есть отряд подбежал и восполнил свой лимит аптечек до максимума ну и вторая функция это воскрешать пехотинцев то есть вашего пехотинца если не убили он как бы такой падает на нем значок кровотечения висит вы можете подбежать санитаром и как бы воскресить его он дальше будет воевать не успеваешь как бы следить за всеми отрядами часть скорее всего как бы и так и умрет не дождавшись санитара но один отряд как бы саперов я рекомендую за палаток ставить которые могут они брать с собой то есть обязательно винтовочные тоже такой станут танку никакой считай не убьет легкую технику может повредить то есть но особо они мне нечего говорить такой фановый отряд вы хотите пострелять с винтовки такой на типа да были такие винтовки да стреляли там воевать как бы ну фиг его знак следующий у нас идет минер противопехотный но в этих минерах смысла нету пехота вражеская так достаточно быстро дохнет мин они с собой таскают не то чтобы много то есть там вам 50 штук но где пойдет вражеская пехота фиг его знает эти 50 мин как бы быстро поставил и как бы и все скорее всего пехота до вашей точки не дойдет если дойдет там уже будет техника и пофигу на эти мины убрать с собой как бы ну есть желание берите но я пару раз брал не понравилось другое дело вот эти ребята вот эти ребята не один раз затаскивали мне просто бои они вот реально могут вытащить вашу оборону просто из самой задницы во первых у них по 12 минутам ставится эти мины реагируют на любую технику и на все вот эти вот орудия которые там на колесах перекатываются на все вот эту ерунду то есть если вы приблизительно знаете откуда враг покатит танки пушки вы отправляете туда первым делом минеров ставите мину на дорогах таким зигзагом любая техника подрываясь на них ломает гусли враг вылазит иногда бросают ее просто и там танкисты убегают вперед техники то есть грубо говоря иногда она может половину атакующего волны остановить то есть я беру у отряда 2 3 с собой точно но тут видите тоже своя фишечка есть если вы точно знаете где поедет противник иногда бывает такой момент что вы поставили мина враг с другой стороны поехал как бы нафукались но всего отряд четыре места занимает лимит как бы двенадцать три отряда что там получается 30 с лишним мин на заминировать одну сторону как бы заменила дело и там даже если он один танк подорвется на миникум средний там даже пантера то есть тоже очень большой плюс к вашим как бы обороне то есть меньше вам убиваться огнеметчики то же самое что и обычные огнеметчики штурмовые только просто 6 единиц вот я брался огнеметчик кто такой чисто отряд там пофанится самому побегать танкисты в бою как таковой сам не участвует не воюет но я с собой беру отряда 3 точно потому что вашу технику будут бомбить ваших танкистов будут выносить и сажать туда пехоту но стрелковые говоря парашютистов нету смысла она как бы пригодится так лучше в поле боя там постреляет а вот танкистов туда закинуть или послать допустим попали вашему кругу этом не знаю к вышке ваши или там isu гуслю сбили грубо говоря вы не хотите вытаскивать прокачанного экипаж и чинить чтоб он под вражеским огнем никак не погиб а воевал как бы в этот момент посылаете одного танкисты он чинить спокойно там если погиб место занимает в конце боя всю вражескую технику подбитую лучше чинить танкистами потому что у них ремонт по моему единичка до механика единичка они очень быстро чинить технику починил занял все после боя себе забрал ну и последний наш отряд а с не отряд даже такой боец это у нас снайпер ну интересный персонаж то есть любой его выстрел если он нацелится на противника он как бы ваншотит пехоту любую но враг на него агриться я не знаю как быка на красную тряпку то есть вот только увидит снайпера все туда вся техника едет все подряд то есть брать много снайперов ну видите лимит 4 я отбрал 5 снайперов думал сейчас подгоню к точке они там издалека всех расстреляют это там оказалось они все целятся водного в одного бойца во вражеского то есть когда его первый снайпер убивает они начинают целиться в другого но все сразу то есть если а рассадить как бы по разным точкам но это такой микро менеджмент всех рассадить там еще прикрыть это техникаешь что мне кажется проще там с миномета расстрелять вражескую точку но если вы вручную управляете это просто машина по уничтожению пехоты там выехала на вас пушка грубо говоря как этом орудие если у врагов видно пятки то есть обычно под орудиями там пяточки видно сейчас вопрос попробую найти на то есть видите он щиток полностью не прикрывает видно пятки можно через эту пятку перебить весь экипаж вот этой пушки но пока вы это будете делать там просто на вас вся вражеская техника все согрится я как бы иногда выманил врагов со своих точек подвозил снайпера прикрывал там двумя отрядами пехоты ким танком или пушкой и враг просто со своей точке срывался и бежал на вы на мои пулеметы новых пулеметчиков на мои орудия но это как бы надо грамотно все расставлять и по времени это то есть затратно ну как бы я проще взять на 152 мм гаубицу и там под ноль все раскатать ну что ж мы закончили про основные виды пехоты здесь видите кстати много и пройдемся как бы по основам комиссар светляк новобранцы мясо на начальном этапе то есть занятия копы там посидеть как вызвать огонь на себя дальше у нас идут стрелки то есть ну там стрелки у нас идут сразу после новобранцев то есть как бы тут у вас особо вариантов нету тоже хороший отряд но я как бы его рекомендую перетерпеть до гвардейцев гвардейцы уже у нас тут и хп побольше и вооружены получше то есть они могут пережить какой-то обстрел вот после стрелков идут парашютист десантники то есть самый ходовой отряд по соотношению цены по лимиту места и качества два пулемета всякие свт хи а в тхи автоматчики то есть прям супер его можно брать как бы играть с ним до конца вооружать там пулеметами они переживут за многие отряды они как бы перестреляют переживут вот сколько раз не сталкивался бывает попадает какой-нибудь гаубичный снаряд просто зарывает их в окопе там у всех остается грубо говоря по 10-20 хп отводишь их назад отлечиваешь пополняешь аптечки и как бы опять в бой то есть очень трудно их завалить ну что ж закончим на этом если видео наберет достаточное количество просмотров комментариев или лайков как бы продолжим по остальной техники всем кто досмотрел до конца большое спасибо всем счастья здоровья не болейте не чихайте прощайте